Здравствуйте! Позади осталась неделя, а значит пришло время расставлять акценты. В студии Екатерина Шипилова и сначала предлагаю краткий обзор главных и любопытных событий минувших семи дней. Впервые в Омске сразу три политические партии поддержали одного кандидата. Сегодня как раз то время, когда нужно объединяться всем политическим силам и решать одну общую задачу. Это возрождение сегодня нашей омской земли. Не встали в оппозицию на этот раз даже коммунисты. Всего же в списке претендентов на пост губернатора пока шесть человек. Проверка документов началась. Вдохнуть жизнь в омские хрущевки. Нашу технологию ремонта ветхих домов возьмут на вооружение по всей России. В Омске прошло большое совещание с участием федеральных чиновников. Теплоизоляция, которая производится, из чего бы вы думали, из битого стекла. И семейный бюджет при этом будет выигрывать, потому что на 30-40% мы будем меньше платить за тепло, за горячую воду. Воспитывать и не собиралась. Я родила ребенка именно на вот месте. Здесь вот примерно. Я точно не помню, но примерно вот здесь. Мать, которая оставила грудную дочь в гаражах, рассказывает полицейским, что желала ребенку только добра. Почему у некоторых женщин пропадает материнский инстинкт и как чувствует себя брошенная малышка. Давно ли вы читали, а может быть перечитывали Евгения Онегина? Вот раритетная книга из коллекции моей бабушки. В ней почти тысяча страниц. Омск продолжает роман с театром. Международный фестиваль проходит с аншлагом. Вахтанговцы дают Евгении Онегина и Медею. А у 12-го канала своя телевизионная академия. Русские готовятся к встрече с красной фурией, а немцы пакуют чемоданы. Сенсации Мундиаля и будущее омского футбола. Именитые футболисты Криштиану Роналду и Лилионель Месси устраивают футбольное шоу, прямо на площадях своих стран. И удивительно, практически каждый из них всегда находит партнера. Ведь в этих странах футболом живут. Много ли амичей на улице могут дать хорошие пасы? Как в городе тренируют юных футболистов? Эта неделя принесла настоящую политическую сенсацию. Сразу три партии поддержали кандидатуру Александра Буркова на выборах губернатора Омской области. Впервые политические объединения не стали выдвигать своих коллег, а оказали абсолютное доверие действующему главе региона. Так сделали даже коммунисты. Причем впервые за всю историю Омского обкома. И действительно, мы, кажется, устали от многолетних межклановых войн. Бурков объединил Единую Россию, КПРФ и Справедливую Россию. Эксперты говорят, что активная деятельность руководителя области позволила стать тем лидером, который способен выстроить конструктивные отношения со всеми партиями. И уже общими усилиями развивать регион, а не распыляться на межелитные конфликты. Конференции, где решался этот вопрос, прошли в один день. И перед тем, как принять решение, перед партийцами выступал Александр Бурков. Он представил свою программу развития региона. Вот ключевые моменты. На первом этапе повысить уровень жизни и повысить уровень доходов наших граждан. Если не будет сегодня достойных зарплат, никакая экономика не заживет. Поймите, сегодня первое – это спрос, то есть наличие доходов высоких в населении. Когда есть спрос, тогда появляются предложения. Тогда наши предприятия будут увеличивать выпуск своей продукции, если потребительский спрос возрастает с учетом наличия денежных средств. В этом случае появляются рабочие места, появляется отчисление в бюджет, и тогда начинается движение экономики. Второе. Необходимо сегодня создать нормальные условия жизни, ничего другого. Сегодня молодой человек должен иметь возможность иметь жилье. В собственности. Не в собственности, так в аренде. Понимаете? То есть здесь государство должно создать условия. Да, правительство Омской области сегодня делает первые шаги. Мы выделили 360 миллионов на то, чтобы люди могли получить льготные и потечные кредиты. Таким образом мы решаем, с одной стороны, жилищный вопрос для наших граждан. Со второй стороны мы даем толчок развитию строительной отрасли. А там уже дальше мультипликативный эффект двинет и другие отрасли. Это главные ключевые моменты, а все остальное потихоньку сообща будет решено. Я думаю, у нас все впереди. Поймите, самое главное, у нас есть человек. Человек, который хочет жить на своей земле. Человек, который хочет работать, может работать. И человек, который верит в свой регион, в свою Омскую область. Но говорил Бурков не только о том, что нужно сделать. Внушительная часть выступления была посвящена его становлению как политика. Каких успехов добился, в каких вопросах есть колоссальный опыт. Все три встречи с партийцами проанализировала Елена Смирнова. За кандидата Буркова в среде коммунистов сыграли его принципиальность, богатый опыт работы на всех уровнях власти и пролетарское происхождение. Выходец из семьи рабочих, отец крановщик, мама кассир на железнодорожной станции. Знает жизнь не понаслышке, рассудили коммунисты, а значит сможет отстоять интересы жителей региона. У нас были неоднократные разговоры, переговоры. Он очень цепкий в разговоре. Человек подготовленный, человек очень осторожный, который знает цену слова, не дает ни обещаний таких. Мы видим, что этот человек по многим позициям, по многим позициям, принципиальным позициям, близок к тому или к тем позициям, которые занимает наша партия и которые отстаивает наша партия. Опыт у Александра Буркова серьезный. Работал в Госдуме в трех созывах. Был автором и заавтором сотни законопроектов. Внес важные изменения в жилищный кодекс. В 90-е, когда людям по полгода задерживали зарплату, со сторонниками устраивал мэром городов и директорам предприятий так называемые принудительные разговоры. Такие диалоги длились по несколько дней, но заканчивали всегда конкретным графиком погашения долгов. Руководить омским регионом и решать его проблемы Александру Буркову доверил президент. А потому и омские единороссы кандидатуру главы области поддержали единогласно. Здесь нам важно поддержать человека, прошедшего президентскую кампанию, президентскую программу кадрового резерва. Это новые люди, новые политики, новые формации, не побоюсь этого слова. Они сегодня действительно должны обеспечивать этот прорыв. Нам важно наши партийные проекты, наши дела, наши идеи и наш весь ресурс, конечно, дать Александру Нидовичу для решения проблем региона. Мы сегодня поддержим решение президента, и это, наверное, самое важное, о чем нужно говорить, потому что сегодня должна сформироваться в России в том числе та команда единомышленников, которые вместе с президентом будут поднимать Россию. Александр Бурков – один из первых выпускников президентской управленческой программы. Региональному управлению учился у таких государственных деятелей, как Собянин и Якушев. Прыгал со скалы в горную реку, с парашютом бросался под танк. Все это современная система кадровой подготовки. Семь выпускников из 65 спецшкол для чиновников стали временно исполняющими обязанности губернаторов. Среди них Бурков. За неполных 9 месяцев работы успел определить основные болевые моменты. Стратегия развития Омского региона созвучна с майскими указами президента Владимира Путина. В приоритете улучшение качества жизни омичей, увеличение доходов. Это касается работников и государственных, и частных предприятий, а также выведения серых зарплат из тени. Вообще же, внимание будет сконцентрировано на промышленном, аграрном, но главное, человеческом потенциале. Именно такие задачи и поставил лично президент Владимир Путин. Необходимо вывести регион на уровень с Новосибирском и Тюменью. Как это сделать, Бурков знает. Работать вместе и депутатам, и министрам, и главам районов, и небольших поселений. Рассказывая о своем профессиональном пути омским эсцерам, руководитель региона признается. За годы работы в Екатеринбурге было сделано немало. В составе комитета по госимуществу в судебном порядке удалось вернуть государству оборонный комплекс завода «Уралмаш». Были отменены сотни сделок по незаконной приватизации социальных объектов, общежитий, бассейнов, дворцов культуры. Именно Бурков инициировал проект центров защиты, куда могут обращаться люди для решения вопросов, связанных с ЖКХ. А и не только это жилье, работа, транспорт, образование, финансы. Действия, которые были произведены, это и увеличение заработной платы, и ремонты в школах, и в детских садах. И еще многие моменты показывают, что в наш регион пришел действительно социалист, который направливает все свои действия на повышение уровня жизни граждан и улучшение жизни людей, которые живут в нашем регионе. Команда главы области ждет поддержки и предложений от политических сил региона. Все идеи войдут в предвыборную программу. Но, конечно, именно сенсацией поддержку Буркова сделало участие коммунистов. Известно, что Омское отделение партии получило разрешение от ЦК КПРФ принимать самостоятельные решения о своем участии в предстоящих выборах губернатора. На пленуме в Омске во время прений коммунисты высказывали как одобрение, так и критику. Так, партийцы из Муромцева сказали, что работа Буркова не вызывает серьезных претензий. В то же время другие члены обкома напомнили, что КПРФ – оппозиционная партия, а Александр Бурков – ставленник президента. Но депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что если не сдаются принципиальные позиции партии, то компромиссы допустимы. По его мнению, позиции главы области в вопросе управления регионом не вступают в противоречие со взглядами коммунистов. Всего в работе пленума приняли участие 58 человек. Из них за кандидата Буркова проголосовали 43, против – 12, трое воздержались. Мы сохранили все наши позиции, нашу политическую линию, наши оценки происходящего в стране и в области, для того, чтобы вести ту работу, которую мы вели. То есть фактически в данном случае мы действуем исключительно исходя из интересов нашего региона. У нас были неоднократные разговоры, переговоры. Он очень цепкий в разговоре. Это человек подготовленный, человек очень осторожный, который, в общем-то, знает цену слова, не дает ни обещаний таких. Мы видим, что этот человек по многим позициям, принципиальным позициям близок к тому или к тем позициям, которые занимает наша партия. Решение омских партийцев поддержать Александра Буркова одобрил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как сказали журналистам на пресс-конференции, его позиция такова – добиться результата можно только объединив усилия. Итак, коммунисты готовы к совместной работе. Пристальное внимание в социальной сфере, вопросам образования, здравоохранения и социальной поддержки. Формулируют предложения сейчас и представители других политических партий региона. Сегодня как раз то время, когда нужно объединяться всем политическим силам и решать одну общую задачу. Это возрождение сегодня нашей омской земли. То, что делал Манякин в свое время и Сергей Осипович, который смог объединить вокруг себя людей и действительно прошел непростой тернистой дорогой, но сделал один из сильнейших регионов Советского Союза на тот период. Я думаю, что в наших силах возродить сегодня былую славу. Подробно об этом мы поговорили с известным омским политологом, членом общественной палаты региона Михаилом Машкариным. К слову, почти 20 лет назад этот человек, будучи членом бюро Омского обкома КПРФ, раскритиковал деятельность лидера региональных коммунистов Александра Кравца, после чего был исключен из партии. Михаил Иванович, вот вы как политолог, а как объясните такое единение? Сразу три политические партии высказали свое одобрение, высказались за кандидатуру Александра Буркова. Такое происходит в нашем регионе впервые. За все годы выборов губернатора, потому что как начинались выборы, у нас обычно были межпартийные разборки и скандалы. Мне кажется, первое, это навоевались многие партии. А что касается КПРФ, я вообще сам старый КПРФник, один из создателей обкома КПРФ, и знаю, что всегда мы воевали с партией власти. И нынешняя партийная организатор воевала, но эксперименты неудачные были. Как правило, это хоть Денисенко, полковник ФСБ, хоть предыдущий товарищ был Леонид Маевский, они проигрывали и мячи, с моей точки зрения, делали правильно. Поэтому впервые при Александре Леонидовиче Буркове сложила такая ситуация, когда даже самая последовательная оппозиционная партия пришла к выводу, что надо поддержать кандидатов губернатора, который выдвин президентом Российской Федерации. Да, вот здесь именно эта новость сенсационная делает то, что КПРФ поддерживает. Потому что всегда еще, любая оппозиционная партия всегда пытается выдвигать своего. Но здесь просто подходящей кандидатуры ни одной не нашлось, которая бы дала согласие быть кандидатом в губернатор Ромской области и имела бы какой-то шанс на избрание. Поэтому, вот с моей точки зрения, за последний четверть века, это, наверное, мудрое решение Александра Алексеевича Краса, который говорит, давайте вот сделаем так, нам нужен консолидированный губернатор, который мог бы решать наши вопросы в столице. Как вы думаете, все-таки, какие аргументы нашел Александр Леонидович, чтобы расположить к себе даже оппозицию, даже коммунистов? Вот они единственные, кто не единогласно, конечно, его одобрили. Было несколько голосов против. Но, тем не менее, большинство, 43 члена обкома сказали «за». Вот какие аргументы могли повлиять на ваших бывших сторонников? Ну, аргументы совершенно очевидны, что он, исполняя должность губернатора Омской области, уже мог сделать так, чтобы люди к симпатии относятся к его не только словам, но и делам. Он говорит «подсказывайте, как надо сделать, кто должен в команде работать». Он не навязывается, вот с точки зрения, он просто видно, что он капитальный человек уже был вице-губернатором Свердловской области, депутатом государственной домы. Еще один вопрос, с моей точки зрения, почему КПРФ поддержали. Мы не видим даже намека на то, что будет продолжаться война гордой и области. Ведь команду создают общую, и он говорит «наши проблемы» и города, и области. Человек, который здесь никогда не жил, и он даже не был в Омске никогда, пытается настроить омичей, чтобы омичи любили свой город, свою область, и состояние бюджета областного улучшается, исполнение улучшается. Мне кажется, тот, кто смотрит, тот, наверное, замечает, что у нас все-таки заметное изменение ситуации в экономике в лучшую сторону. 28 июня ровно в полночь истек срок подачи документов от кандидатов. В этот день в обл. избирком пришло еще три претендента на высокий пост. В итоге о своем желании участвовать в выборах губернатора Омской области заявили шесть человек. Среди них пенсионерка Ирина Дроздова из поселка Верхний Карбуш Омского района. Женщина известна как участница голодовок и акций протеста. Документы в избирком принес и 35-летний Амич Вячеслав Сибирский, директор строительной компании. Но первым о вступлении в предвыборную гонку заявил действующий глава региона Александр Бурков. Необходимые сведения о себе в областную избирательную комиссию предоставил и профессор Сибади Анатолий Соловьев, претенденту на кресло губернатора, 71 год. Единственным партийным кандидатом стал представитель ЛДПР Алексей Ложкин. И всего за два часа до конца приема документов в избирком пришел Антон Дрисгов, представитель партии Роста. Итак, в списке шесть претендентов. Конечно, не факт, что все они попадут в избирательный бюллетень. Сейчас специалисты тщательно проверяют каждого кандидата. 3 июля они назовут фамилии тех, кто прошел фильтр. Но и это еще не все. Выдвиженцы от политических партий должны собрать в свою поддержку 215 подписей депутатов и глав муниципальных районов и сельских поселений. Самовыдвиженцам, помимо поддержки депутатского корпуса, необходимо получить автографы 8 тысяч избирателей. Только после этой процедуры окончательный список участников губернаторских выборов утвердят. Предвыборная кампания стартует 11 августа. Досрочные выборы губернатора пройдут по всему региону 9 сентября. Ветхие дома в Амурском поселке Нефтяниках на Космическом проспекте, в народе известные как Хрущевки, попадут в программу реновации и будут капитально отремонтированы. Федеральный проект вскоре начнет действовать по всей стране. Пока его применяют только в Москве. Там 70-летние многоэтажки в большинстве сносят. Но не во всех регионах это целесообразно и по карману. К примеру, в Омске создали специальную методику реставрации. Она позволяет укреплять постройки и с внутренней, и с внешней стороны. Разработку Амичей на этой неделе показали гостям из столицы. В нашем городе с визитом председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы России Галина Хованская. Она, к слову, редко выезжает с рабочими командировками. Но в этот раз сделала исключение, чтобы подробно объяснить детали программы реновации. В городе прошло большое совещание, в котором приняли участие депутаты Федерального собрания, представители Минстроя России, Омские парламентарии, а также руководитель области Александр Бурков. Именно он настоял на том, чтобы совещание по столь непростому вопросу прошло в нашем регионе. Только в городе на капитальный ремонт ветхих домов требуется больше 12,5 миллиардов рублей. По многим многоэтажкам есть решение суда. А значит, муниципалитет обязан выполнить восстановительные работы и в короткие сроки. Но как это сделать? Ведь сумма, которая требуется на ремонт, это почти годовой бюджет Омска. Нам жизненно необходимо попасть в федеральную программу, для чего в первую очередь важно провести публичные обсуждения. Тахмина Тынысова разбиралась в вопросе и узнала, что после визита в Омск возьмут на вооружение по всей России. Дома типа 335 в народе хрущевки. Их массовое строительство в Омске началось полвека назад. Возводились как временное жилье, но и спустя десятки лет компактные хрущевки есть во многих районах города и требуют капитального ремонта. Десять лет назад омские строители разработали специальные проекты и конструкции таких домов. Металлические колонны устанавливаются с внешней стороны вдоль корпуса здания, внутри усиливается каркас, а также возводятся анкерные конструкции, что позволяет снизить деформацию, обеспечить устойчивость здания. Эти многоэтажки в Омурском поселке как раз оказались пилотными. Их ремонтировали еще в 2008 году. Все, что мы видели, еще связано с финансированием, а здесь это минимальное финансирование, минимальная нагрузка для бюджета и очень красивые решения. Понимаете? Это строительное именно решение, просто изюминки такие есть, которые надо применять по всей стране при вот таких же домах. Я думаю, что опыт омский очень будет востребован. Очень. В Омской области, как и во многих российских городах, остро стоит проблема ветхих домов. Только в городе на капитальный ремонт хрущевок необходимо 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Это почти годовой бюджет Омска. Здание изношено, зимой в них холодно, летом протекает крыша. Жить в таких строениях небезопасно, необходимо ремонтировать. В среднем работы на одном доме обойдутся в 10 миллионов рублей. Сейчас в первоочередном списке 154 многоэтажки. А значит, сумма больно ударит по областному и городскому бюджетам. Получить деньги можно из федеральной казны. Для этого нужно принять участие в программе реновации жилья. Ее инициатор и главный идейный вдохновитель Галина Хованская. Председатель комитета ЖКХ Госдумы России на Большом совещании в Омске объяснила все нюансы. Такая ситуация не только в нашем городе, такая ситуация по всей стране. И важно, что сегодня в решении совещания прописано правительству России обратить на это внимание и рассматривать при утверждении бюджета на 2019 год дополнительно выделение средств на компенсацию этих судебных решений. Для нас важно, какая будет методика, какой порядок, в каком объеме федеральный центр сможет оказать помощь субъектам и городам. Сколько средств выделят Омску на ремонт ветхих домов, станет ясно после утверждения бюджета страны. А вот что уже точно известно, омский опыт реконструкции хрущевок решено распространить по всей России. Тахминат Инысова, Дмитрий Хромцов и Илья Яковленко, 12 канал. Итак, без участия федерального бюджета вопрос капитального ремонта ветхого жилья не решить. Об этом и не только мы отдельно беседовали с Галиной Хованской, председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы России. В нашем распоряжении эксклюзивное интервью. То, что касается капитального ремонта, здесь ситуация немножко легче, потому что все-таки граждане стали принимать участие в этом процессе. И я сразу скажу, что я сторонница специальных счетов открытия на собственный дом счета и ремонта собственного дома, не участия в общем котле. А ведь преимущества в этой схеме совершенно очевидны, потому что уже граждане сами решают, когда им проводить этот ремонт, в каком объеме финансировать. Они могут и перечень работы увеличить в соответствии с особенностями своего дома. Они могут и дополнительные средства собрать или где-то, наоборот, сэкономить. Мне кажется, что мы мало внимания уделяем применению современных технологий в капитальном ремонте. И думаем только о сегодняшнем дне, как бы заткнуть какие-то дыры многолетние. На самом деле нам надо думать о том, через сколько лет понадобится снова наше финансовое усилие для того, чтобы отремонтировать тот же самый дом. И, конечно, если это гражданам объяснить, а если они еще узнают, какие прекрасные нанотехнологии есть у нас на сегодняшний день в нашей стране родной, никаких западных технологий не нужно. Как пример я приводила по теплоизоляции, экологически абсолютно чистой, применимой как раз в детских учреждениях, в учреждениях здравоохранения. Теплоизоляция, которая производится из чего бы вы думали? Из битого стекла, из бутылок, которые мы выбрасываем в большом количестве просто на помойку. И масса других, для укрепления пленка, потрясающая совершенно, да. Целый ряд других приспособлений, которые позволяют сэкономить потом в процессе эксплуатации дома. И семейный бюджет при этом будет выигрывать, потому что на 30-40% мы будем меньше платить за тепло, за горячую воду. Я думаю, что у Буркова Александра Леонидовича и у мэра вашего города, женщина, в общем-то хрупкая, которая сейчас взяла на себя эту ношу, найдутся и силы, и желания, и время они свое истратят, и личное, для того, чтобы все эти проблемы решать. Я с Александром Леонидовичем Бурковым знакома очень-очень давно. И он на меня всегда производил впечатление, во-первых, очень энергичного человека, во-вторых, человека, который вникает в суть проблемы, да, и пытается все свои задумки реализовать. Вот это очень важно. Потому что одно дело разговоры, другое дело – это деятельная, активная позиция по реализации вот этих вот идей и в интересах граждан. Вот что меня всегда удивляло в нем – это насколько тонко он чувствует, что переживает конкретный гражданин, который пришел к нему на прием. Он ведь был в нашем комитете по жилищной политике и ЖКХ достаточно длительное время. Так что он в теме полностью, он погружен полностью в этот процесс жилищно-коммунальное хозяйство, он знает очень хорошо. Он опытный политик, он понимает, что такое бюджет федеральный, что такое бюджет субъекта федерации. И прекрасно в этой проблеме он как бы ориентируется. Так что он понимает, на какие рычаги, на какие кнопки надо нажимать для того, чтобы реализовать то, что он видит, то, что он видит как проблему в Омской области, понимаете. Вообще это колоссальная, конечно, ответственность. Но у него есть качества, которые позволят ему с этой ответственностью, в общем-то, справляться. У него есть такое качество, как настойчивость в реализации поставленной задачи. Вот сейчас у него эти задачи, в частности на совещании, которое прошло в Омске, они четко прозвучали. Он сделал свои предложения к рекомендациям нашего совещания. То есть это будет доведено до первых лиц, до исполнительной власти, до председателя правительства, для членов правительства. Так что я просто желаю успеха и ему, и амичам. И хочу, чтобы их жизнь стала такой, как это предусмотрено в указе президента. То есть жизнь стала более счастливой, достойной, чтобы это шло на благо интересов не только жителей Омска, но всей нашей замечательной страны. Женщину, которая бросила свою только что родившуюся дочь на улице, нашли. Ей оказалась 34-летняя сотрудница приема цветного металла. У нее уже есть двое детей 14 и 4 лет. Живут с бабушкой в деревне. Третьего ребенка дама воспитывать также не собиралась. Схватки начались ночью. В этот момент горе-мамаша собирала картонные коробки в гаражах в районе ЖД вокзала. Там и родила. Завернула кроху в пеленку и бросила умирать. Позже следователям она скажет, надеялась, что малышку найдут. Вот только обычно в таких случаях оставляют, что называется, на видном месте. В итоге девочка пролежала на улице больше четырех часов. Только под утро неладное почуял местный пес, которого вывели на прогулку. Спаниель по кличке Арчи отчаянно скулил. Хозяйка заметила. Кроху спасли. С переохлаждением ее увезли в реанимацию. Сейчас девочка вне опасности. У нее хороший вес, отменный аппетит, спокойный характер и красивое имя. За жизненную стойкость сотрудники полиции назвали Викторией. Ее мать, наверное, так и осталась бы неизвестной. Но помогли бдительные работники пункта приема металла. Несколько месяцев их коллега ходила беременной. А потом ни живота, ни ребенка. Журналист акцентов недели Екатерина Булучевская получила уникальные кадры следственного эксперимента. Но ее сюжет не о жестокости только этой матери. Мы вспомнили все последние случаи, когда в Омске бросали грудных детей. И попытались разобраться, почему в некоторых женщинах умирает материнский инстинкт. Ночь с 6 на 7 здесь произошли роды. Я родила ребенка именно на этом месте. Конкретнее укажите, пожалуйста, место. Здесь вот примерно. Я точно не помню, но примерно вот здесь. Потом замотала, достала из дюкзака шаль. Замотала и внесла. Своего ребенка женщина оставила между гаражей. Говорит, хотела спрятать от ветра и спасти дочку. Была уверена, ребенка найдут. Но прежде чем это произошло, прошло долгих 4 часа. Замерзшую малышку учуял пес. Супруга утром выходила, как обычно, по утрам гуляет с собаком перед работой. Ну и как посиняла супруга, обнаружила ребенка. Ну у нас просто он учуял, видать, ребенка. И все, как супруга говорится, залаял. Супруга подошла и увидела. Приехавшие на место медики отметили у новорожденной сильное переохлаждение. Температура тела была всего 23 градуса. Ребенка срочно доставили в больницу. Два дня кроху реанимировали, делали согревающие процедуры. А следователи начали поиски. Ориентировались на приметы девочки. Смуглая кожа, азиатский разрез глаз. Но обнаружить мать удалось благодаря бдительным работникам приема цвет мета. В их пункте долгое время работала беременная женщина. Они заподозрили неладное после того, как эта сотрудница ничего не сказала про то, как прошли роды, с кем ребенок. Полицейская проверка подтвердила версию. Свою вину мать кукушка полностью признала. В оправдании сказала лишь, что ребенок нежеланный. Одна из версий была, что данное преступление было совершено женщиной, которая не состояла на учете по беременности в каком-либо из медицинских учреждений города Омска. И, так скажем, которая могла вести антиобщественный образ жизни. И проживала, либо находилась непосредственно рядом с местом совершения преступления. Именно данная версия в ходе предварительного следствия нашла свое подтверждение. Уже есть двое детей, 14 и 4 года. Они все проживают с бабушкой в Калашинском районе. Теперь решается вопрос о лишении родительских прав пока на двоих детей. Проводится экспертиза на установление родства, сброшенной в гаражах девочкой. Сейчас ей ничего не угрожает. Состояние ребенка за эти три недели улучшилось. Малышка поправилась до трех килограммов, кушает каждые три часа. И, как говорят врачи, с любопытством смотрит на новый мир. Девочку, которая с первых минут стойко перенесла холод и выжила, назвали Викторией. Сейчас ребенок получает восстановительную терапию, так как все детки, которые испытывают кислородное голодание определенное, она получает массаж, лечебную физкультуру, физиолечение. Она получает профилактику рахита, профилактику анемии. Все, что необходимо, ребенок получает. А в основном это уход, питание. За последние несколько лет это далеко не единственный случай, когда грудных детей их собственные матери оставляют прямо на улице. В августе 2016-го на берегу озера в парке Амичи обнаружили трехмесячную девочку, завернутую в одеяло. Мать родила ее в колонии, а когда вышла, просто оставила дочь. К счастью, вовремя нашли и спасли. Повезло и малышу, брошенному в подъезде на Арджиникидзе. Соседи отогрели и накормили молочной смесью. Что заставляет матерей так жестоко поступать с собственными детьми, знают психологи. Ученые выяснили, только у 7% женщин во всем мире напрочь отсутствует материнский инстинкт. У всех остальных он есть, как инстинкт самовыживания. И порой сильнее его. Кроме инстинкта есть еще так называемая доминанта. Доминанта заботы, доминанта нежности, доминанта проявления каких-то чувств по отношению к своему ребенку. И этому тоже важно учиться. Потому что кто-то делает, для кого-то это так положено, а для кого-то так не положено. Кто-то способен это реализовывать, кто-то это просто не умеет. Еще несколько лет назад в России в некоторых городах были организованы бейби-боксы. Мать, которая не желает воспитывать собственное дитя, могла прийти к роддому и оставить малыша в безопасности. В Омске таких островков спасения пока нет. Женщине, бросившей Викторию на улице, грозит год тюрьмы. На этой неделе в Омск из Москвы приехали две фуры, доверху наполненные театральными декорациями. Все для вахтанговцев. У знаменитого театра в нашем городе много поклонников. И вот международный фестиваль «Академия» дарит им настоящий праздник. Знаменитая столичная труппа покажет в Омске сразу пять спектаклей. Также на подмозках выступят театры из Молдовы, Израиля, Сербии и Швеции. Но открытие было за вахтанговцами. 27 июня они показали Евгения Онегина. Конечно, с аншлагом. В главных ролях народные артисты России Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко. Зрители раскупили билеты всего за несколько дней после старта продаж. Зал музыкального театра на тысячу мест был забит до отказа. После финальных аплодисментов глава региона Александр Бурков по традиции вручил коллективу театра символ фестиваля. Это статуэтку крылатого гения. И отметил, что находясь в Омске, мы можем открыть мировые театральные границы. Видеть на сцене лучшие спектакли ведущих коллективов России и Европы. А театр Вахтангова руководитель области назвал родным. Ведь в годы Великой Отечественной войны московские артисты были эвакуированы именно в Омск. И 22 месяца выступали в нашей драме. В дни фестиваля 12 канал крутил роман с театром. Именно так называются телевизионные дневники. Своеобразный гид для тех, кто не попал в зрительный зал. Корреспондент «Акцентов недели» Наталья Бельская расскажет об академии театральной и телевизионной. Давно ли вы читали, а может быть перечитывали Евгения Онегина? Вот раритетная книга из коллекции «Моей бабушки». В ней почти тысяча страниц. Здесь же и Евгений Онегин. Роман, над которым Александр Сергеевич Пушкин работал почти 7 лет. Энциклопедии русской жизни назвал это произведение Виссарион Белинский. И, наверное, нет в стране человека, который бы не знал строчек из этого романа. «Мой дядя самых честных правил» – фраза, которая в памяти у всех. У всех еще со школьной скамьи. Отчасти поэтому режиссер Рима Стуминас решил ее из спектакля убрать. Открывается занавес, на сцене начинается действие, а в зале шепот. Была не была. Так зрители втягиваются в спектакль. Режиссер предлагает уже следующий поворот. На сцену выходят сразу два Онегина. Одного из них играет Сергей Маковецкий. Для меня было неожиданно, что будет два Онегина. И я прекрасно понял, что это очень закономерно, что у Пушкина есть даже подсказка на это. Если вы помните слова Онегина «Письмо Татьяны предо мною», «Его я свято берегу, читаю стальную тоскою и начитаться не могу». Вот и пошла фантазия режиссера. Рима Стуминас – один из самых знаменитых режиссеров современности, художественный руководитель театра имени Вахтангова. Его Евгением Онегиным в Омске открыли театральную академию. В постановке задействован весь звездный состав вахтанговцев. На пресс-конференцию с участниками спектакля собрались представители практически всех омских СМИ. Разговор шел о подлинной культуре. Театр – это не игрушка. Это очень серьезный инструмент для воспитания духовной жизни и для продолжения великих мыслей. Вот, понимаете, и поэтому вот это вахтанговское, то, что мы ценим, любим, оно переходит от учителя к ученику. И вот у нас школа существует при театре. Это все выпускники нашего замечательного театрального училища имени Щукина. Театральный разговор о культуре с вахтанговцами продолжился в эфире 12 канала. В программе «Звездный полдень» Юлия Рудберг рассказывала о своем отце, известном актере театра и кино Илье Рудберге, о творческом пути в карьере и чуть не расплакалась, когда говорила о судьбе двух русских поэтесс – Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Анна Андреевна как человек, ну, она не просто великая женщина-поэт, она оракул. И человек такого мужества. По ней ездили трамваями, танками. Она пережила очень многое. Когда впервые посадили, уже был расстрелян Гумилёв, и посадили впервые льва, она ни о чем не попросила. Она написала удивительные строчки. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Все. Еще одна звезда вахтанговцев – Марина Исипенко. Актриса родом из Омска. В эфире «Звездного полдня» поделилась воспоминаниями о земляке. Легендарном Михаиле Ульянове. Принципиальный, добрый, справедливый. Народный артист СССР никогда не забывал «малую родину» и о мечей. Слово «Омск» для него было паролем. Он всегда всем своим землякам помогал пройти в театр. Я знаю, что на прошлых гастролях, когда мы были, какая-то девочка пришла, маленькая, которая уже выросла. Он ей помог с операцией на сердце. И она, это было так трогательно. Ну, в общем, просто спас ребенка. Выходит вахтанговцы на сцену. Продолжают театральную академию, спектакли «Мидея», «Наш класс». А на 12-м канале выходят дневники «Роман с театром». Для зрителей в программе раскрывают все нюансы масштабного фестиваля. Вспоминают о прошлом, рассказывают о настоящем. В этом году в гостях у омичей семь ярких театральных коллективов. Каждый на память о фестивале получает статуэтку. И первого крылатого гения вручили вахтанговцам. Дело артистов, оно очень сложно. В первую очередь, оно трудноэмоционально. Но за этот труд, главная, наверное, оценка – это аплодисменты зрителей. Поэтому не жалейте своей благодарности. Гром аплодисментов в финал каждого фестивального спектакля. Благодарность актерам за то, что дают возможность вспомнить, пересмотреть, переосмыслить забытые истины. За то, что хранят культуру. Наталья Бельская, Илья Яковленко, 12 канал. Мундиаль в разгаре. И сейчас считают не только голы, очки, но и деньги. Прибыль от заморских болельщиков. Только в первые дни чемпионата иностранцы потратили почти 2 миллиарда рублей. Самые расточительные – американцы, китайцы и мексиканцы. Меньше всех раскошеливаются представители королевства Тонго. Но здесь, скорее всего, дело в количестве фанатов, которые приехали из этого крохотного Тихоокеанского государства. Ведь все население островов – 103 тысячи человек. За две недели Мундиаля футбольный мир, кажется, перевернулся. Хорваты сенсационно обыграли аргентинцев. Немцы пакуют чемоданы. Их матч с Южной Кореей закончился сухим, обидным счетом – 0-2. Пресса Германии называет это поражение историческим позором. Уступили и русские. По футбольным меркам проиграли крупно. В наши ворота от уругвайцев влетели три мяча. Главный тренер Станислав Черчесов после в раздевалке скажет своим подопечным – постарайтесь в себе перелопатить. Надо обдумать, настроиться, ведь впереди встреча с красной фурией – испанцами. Мы никогда у них не выигрывали. За всю историю было две ничьи и два поражения. Испания – один из самых сильных игроков чемпионата. И некоторые российские болельщики морально приготовились к худшему. Однако испанские спортивные издания считают нас сильными соперниками и вовсю ругают свою сборную. Расслабились ребята и, если не соберутся, могут уступить смертельному дуэту Черышева и Головина. Остается верить, и если чудо произойдет, 7 июля в Самаре мы сыграем с Хорватией или Данией. Но наш сюжет на этот раз больше не о том, что происходит на Мундиале или в фанатском секторе. Мы сконцентрировались на омском футболе. Как в нашем городе тренируют футболистов. Почему команда «Иртыш» не в кадровом резерве сборной? И когда, наконец, мы избавимся от обидного прозвища «Омский газмяс». Акценты недели отправились на съемки с мячом, чтобы дать пас совершенно незнакомым людям. Говорят, если так сделать где-нибудь в Испании, играть сбежится вся округа. Торговцы бросят свои лавочки, а официанты под носу с едой. Испанцы одержимы футболом. Они не только неистово болеют за своих кумиров, но и сами умеют ловко играть. А что же в Омске Анна Кокорина узнала для мячей футбол? Страсть или так чисто спортивный интерес? Вторую неделю стадион «Красная звезда» переполнен. Во время каждой игры мундиаля на трибунах больше двух тысяч болельщиков. Это учитывая, что матчи транслируют с экрана телевизора. Совсем другая атмосфера здесь во время живых встреч Омского «Иртыша». В фанатском секторе пустынно и так не первый год. В этом сезоне омская команда опять на последнем месте второго дивизиона «Восток». За спортивные неудачи «Иртыш» давно прозвали омским «газмясом». Но только ни газовых, ни мясных магнатов в числе спонсоров футбольной команды нет. У «Иртыша» вообще нет меценатов. Все расходы берет на себя городской бюджет. Пока я не готов назвать и пока еще не вижу тех предприятий, фирм, учреждений, которые бы однозначно, так скажем, оказали бы поддержку, были бы вовлечены в футбол, участвовали в жизни, команды в жизни омского футбола. Ну, как бы работа ведется, да, и, так скажем, с надеждой видим то, что такой партнер, спонсор, не знаю, как угодно, он должен появиться. Конечно, хотелось бы поддержки бизнеса. Без этого сегодня на одном, так скажем, бюджете просто никуда не вылезти. И мы не достигнем без этой поддержки каких-то либо глобальных результатов. В системе профессионального омского футбола две школы «Иртыш» и «Динамо». В каждой занимается по 2000 мальчишек. Отбор лучших ведут с 3-4 лет. В тренерском составе опытные специалисты. Андрей Миронов тесно связан с футболом почти 40 лет, признается. Воспитывать профессиональных игроков сейчас сложно. Для занятий в городе всего 5 крытых стадионов. Для сравнения, в соседнем Екатеринбурге их 15. Не хватает спортсменам и игровой выездной практики. Состав на соревнования в другие регионы по большому счету формирует не тренер, а родители. По принципу, кто найдет деньги на поездку, тот и отправит сына играть. Все ложится на плечи родителей. Все ложится на их плечи. И ты когда берешь мальчика в какую-то поездку, ты понимаешь, что он заплатил деньги, приехал. И поставить его на игру, ну это просто не совсем нормально, не совсем красиво. Хотя без него, может быть, результат был бы лучше. В советское время все эти расходы футбольная школа брала на себя. Спортсменов кормили, одевали, возили на соревнования. Сейчас система по всей России иная. И большинство омских парней, у которых есть талант, стараются покинуть город. Уезжают в Казань, Краснодар и Москву. Там и зарплаты выше, и тренировочный процесс иной. Команды регулярно участвуют во всероссийских и международных турнирах. Другие условия созданы и для тренеров. Молодые, достаточно амбициозные ребятишки, так скажем, назовем. У меня воспитанники были, работали тренером. Они потихоньку-потихоньку едут работать на север, еще там куда-то. Если бы было финансирование, вкладывались бы деньги в футбол, в тренера, в обучение его, в стажировки. Андрей Миронов на стажировке был во Франции. Стране, чья сборная неизменно в лидеров чемпионатов. Так вот, французы давно стерли рамки между детскими школами и командами мастеров. Часто и начинающие футболисты, и мировые звезды тренируются вместе. Ездят на сборы, играют в футбол. Особая философия связана с футболом и в Испании. Для них это не просто игра творчества, а игрок-виртуоз, который думает. Но особого внимания заслуживает немецкая система поддержки талантов. В стране открыты 400 центров тренировочных баз, здесь чуть меньше, чем супермаркетов. В России же лучшее, что в последнее время происходит с детским футболом, связано с бизнесом. Например, Академия имени Юрия Кноплева в Тольятти в свое время финансировалась Романом Абрамовичем. И подарила русскому футболу Алана Дзагоева, воспитала шестерых чемпионов юношеского Евро-2006. Сегодня же главное и, пожалуй, единственное место силы детского футбола в России – Академия Краснодара. И 28 ее филиалов, расположенных по всему краю. За свой счет смену сборной России готовит меценат Сергей Галицкий. А значит, чтобы обгонять Роналду и противостоять Салаху, в российском футболе необходимо проработать бизнес-план. А желающие играть всегда будут. В интернете полно видеороликов, где именитые футболисты – Криштиан Роналду или Лионель Месси – устраивают футбольное шоу прямо на площадях своих стран. И удивительно, практически каждый из них всегда находит партнера. Ведь в этих странах футболом живут, в него играют все от мала до велика. Мы в Омске проведем тоже небольшой эксперимент. Рядом со мной надежда омского футбола Александр Стальский. Посмотрим, составит ли ему кто-нибудь компания. Футбол в Омске любят. Остается надеяться, что система подготовки профессиональных футболистов у нас начнет работать по другой схеме. Ведь наверняка в регионе есть свои Яшины, Черенковы и Шестерневы. Необходимо им только создать условия для великих побед. Возможно, в эту секунду в сибирском селе на свет проявился новый пилет. И ножками дрыгает он на столе. Вперед, Россия! Оле! Оле! Анна Кокорина, Сергей Никифоров, 12 канал. Акценты расставлены ровно через неделю. Встретимся вновь, чтобы поговорить о самом важном и занятном. Всего доброго и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин